Девушки отдыхают В эфире «Давай поженимся» Программа о том, как избавиться от одиночества Сегодня за нашего жениха будут бороться Финансовый аналитик Оксана Дизайнер интерьеров Кристина И секретарь Деза Татьяна А жених у нас Андрей Давайте посмотрим Андрей, 44 года Его жена искала подруги мужа А в результате сама вышла замуж За новоиспеченного жениха Простить ее не может до сих пор Андрей был пионер-вожатым И продавцом детских книг Вложил все деньги в бизнес и разорился Сейчас не работает, играет на бирже Занимается альпинизмом Мечтает покорить пик победы Андрею важно, чтобы его избранница Разделяла его интересы Он никогда не посмотрит на полную И на курящую женщину Не женится на той, у которой есть дети Потому что жену не готов делить ни с кем Давайте встретим Андрея Мы ждем вас Здравствуйте, Андрей Мы рады вам Пожалуйста, проходите Я как-то к лысам хорошо отношусь Тем более он бреется Обратите внимание К лысам-то тоже я терпелива Но изюминки-то нет Мы правда рады вас видеть снова у нас на программе Я тоже рад, что я сюда пришел А что вот первый раз, когда вы у нас были Какая-то у вас обида была на невесту? Какое-то недопонимание? Что там произошло-то? Нет, у нас все нормально То есть я не почувствовал этого Мне казалось... Ну вам было неприятно, что она так зациклилась На том, что вы временно не работаете Хотя не узнала, что если не работаешь Не значит, что вы там голодаете Правильно? Что жирок-то был? Да, это действительно так Почему человек не работает? Да? То есть нет постоянного заработка Это значит, он в принципе не может обеспечить семью Андрей, вы дважды были женаты? Да, один раз в молодости Это был непродолжительный брак Буквально в течение года он распался Ну потому что там была такая любовь-страсть Которая недолговечна Ну второй был не менее страстный брак? Ну второй, да, он был действительно по любви И мы хорошо очень понимали И подходили друг к другу Двой детей Просто так же не родятся? То есть мы жили в принципе хорошо Я надеюсь, мои друзья это могут тоже подтвердить Как это выглядело со стороны Скажите, что там за гнусная история была Когда она искала жениха своей подруги Якобы Проблема была в том, что, как она говорила Что у нас было все хорошо И было все тепло Но она называла это как болото Было все слишком спокойно и все ровно Так почему бы ей самой было не изменить что-то в семейных отношениях? Не придумать себе самой хобби Не пойти на работу? Ну, как потом она говорила Что только вот так она смогла Выйти из этой ситуации В общем, она села на сайт знакомств Оправдывает это тем, что для подружки А вы насколько доверяли ей? Как бы не обратили на это внимание? Да, у нас были очень доверительные отношения В общем, она нашла и решила его себе оставить На самом деле не подозревала, что у нее возникнет такое сильное чувство Боже мой, ну Андрей, ну она даже ушла к нему А вы даже сейчас сидите и говорите Она не подозревала, она не знала Нашла, значит, лучше Значит, чем-то он ее не устраивал Но она сейчас с ним Пока да И детей забрала Да, да Сколько им? Им сейчас 10 и 12 лет То есть такой сложный период, который... Послушайте, Андрей Я знаю, что она их оставляла на вас, да? Когда уезжала к любовнику Нет, не совсем так Я сначала сам ушел Одних оставляла? Да, она оставляла Я сначала сам ушел из-за этой ситуации Потом она... Я просто узнал, что она оставляет детей Ну это действительно страсть У женщин бывает такое И мужчин А вы видите, все, она разрешает, не строит козь Пока да То есть я забираю Я каждый день звоню детям Это даже может раздражать, да? Он может не откликнуться на какую-то твою просьбу, например А пойти к ребенку Да, я побуду с ребенком Не сильно будет нравиться это Вы мудрый человек, умница Вы в прошлый раз на меня произвели такое впечатление А если вдруг она сейчас увидит вас А там не очень хорошо А страсть имеет обыкновение проходить И у нее глаза откроются И она придет и скажет Андрей, в ноги бросится Прости меня, дуру Без попутал Никогда в жизни больше Простите К сожалению Простить, наверное, можно И взаимоотношение Общение Оно все равно, наверное, будет Потому что у нас общие дети Но дело в том, что уже нету Понимаете, нету Человеку уже не осталось, к сожалению, любви Не любите ее совсем? Конечно, к сожалению, да Нету доверия Нету доверия, да, понимаете Он вообще немой И от него вот ушла жена Я бы, наверное, тоже ушла Сразу же 44 года жизни не заканчивается Вы молодой мужчина Без дурацких привычек Потом вы как-то очень позитивно настроены на эту жизнь И вы правильно объяснили же То, что вы там временно не работали У вас были проблемы в бизнесе Это же не значит, что вы не зарабатывали И у вас не было на что жить Дело в том, что я могу с работы Я могу пойти к своим друзьям Друзьям, которые успешные бизнесмены У которых... То есть они могут меня взять на работу Как сотрудника Ну, то есть, в принципе Просто вы хотите свое дело Да, если человек работал Много лет самостоятельно Так опять деньги в вложении нужны Ну, вот я... Я пытаюсь... Ой, это как... Да ну, это биржа Я пытаюсь Это... Над этим думаю Это не очень хорошо Ну, вот мне не нравится тоже Вот смотри, он говорил, что... Деньги в семье Это, конечно, большое дело Квартиру не жена забрала, нет? То есть вам-то что-то осталось? На самом деле Сейчас это еще в процессе Потому что... Будет отсуживать, небось, еще и площадь? Нет, я надеюсь, что мы договоримся Ну, разумно Ну, чтобы вы не на улице остались Нет, я не останусь на улице Скажите, а мужчина тот Который у нас обеспеченный, наверное, да? Нет, получается так, что Она сейчас зарабатывает И на себе, и на любовника Ну, да Плюс я еще помогаю Ну, детям материально Ну, только не на такой себе Чтобы еще и любовника ее содержать Который... Ну, сейчас она там Насколько я понял Что она больше зарабатывает, чем он То есть ее тоже напрягает Да, только не плачьте от жалости, ладно? К ней Нет, нет Не нравится он мне Почему? Ну, потому что Нет у него Неволи, мне кажется Вот мужика я в нем не вижу Андрей, ну вы сами понимаете Для себя, сами сделали вывод Чего вы в браке супруге не дали? Я знаю, да Были слишком спокойные отношения Что нужно Даже если ты в человеке верен на 100% Нужно придумать какие-то неожиданности То есть у нас было все запланировано Вечер при свечах Ну, это же дорого Ну, да Но если это продолжается изо дня в день Я очень рада, что я сейчас это слышу Потому что, к сожалению, в вашем даже гороскопе Есть желание, чтобы женщина Ну, была источником таких вот непредсказуемых ситуаций Либо вы сами создаете совместными усилиями Сознательно Некие такие неожиданности в браке Вы со своей будущей супругой Либо женщина будет вам такие сюрпризы преподносить Увы, это неизбежно Да, да Мне нравится, что он такой спокойный Он какой-то вот Надежный Да, вот веет Каким-то спокойствием Роза Жених трудный, сложный Или наоборот Жених никому не нужный Почему? Ну, как почему? Кочану Вам жена нужна либо как помощница, либо как стимул Вот помощница это зрело и обеспечено А если стимул хотите, то молодая Но с амбициями такая вот, которая от вас требовать будет Чтобы вам такой, как Лариса говорит, пинок под зад И вы там побежали не в горы лазить, а деньги зарабатывать У меня полно знакомых, одиноких женщин, взрослых, которые просто хотят хорошего мужчину И второй вопрос, сколько он зарабатывает Главное, чтобы не лежал на диване И главное, чтобы у него были какие-то желания, в принципе, чтобы горел глаз Они будут с удовольствием ходить с вами в походы на рыбалку, встанут на лыжи Главное, чтобы был хороший человек Вы хороший человек Вы просто немножко сейчас надломились Поэтому, ну вот, самую лучшую Давайте сегодня выберем, у которой будет глаз Вот, я буду стараться Потому что вы этого достойны Для кого-то, может быть, он и хороший Но не для Кристили На мой взгляд, вам нужен очень сложный типаж женщины Который непросто отыскать в природе Потому что вам нужна женщина, во-первых, внешне достаточно энергичная Не пассивная, спокойная Для тех же занятий спортом, для того, чтобы она с вами шла рука об руку С другой стороны, она должна быть эмоционально очень реагентная Восприимчивая и очень быстро выдающая реакцию, именно душевную Обычно встречается либо то, либо это Либо женщина громкая снаружи и активная Либо она реагентная душевно Но вам нужно найти именно ту, которая объединяла бы оба качества в себе Я постараюсь вам помочь со своей стороны Пожалуйста, проходите и знакомьтесь с первой девушкой Здравствуйте Меня зовут Оксана Очень приятно Пойдемте Спасибо Они даже в чем-то похожи Абсолютно Есть что-то, да, такое вот Внешне они похожи Здравствуйте, Оксана Здравствуйте А с кем вы? Я пришла со своими близкими подругами, Елена и Татьяна Очень приятно Ну давайте посмотрим на вас, узнаем получше Оксана, 37 лет Работала секретарем в Министерстве внешней торговли Сейчас финансовый аналитик рекламного холдинга Играет в большой теннис и читает духовную литературу Мечтает о шале в австрийских Альпах Оксана бросила хорошего парня и вышла замуж за поэта А он оказался тунеядцем, бабником и пьяницей Устала от безденежья и нервотрепки и ушла Надеется не разочароваться в Андрея Вы вышли по любви замуж? Да, по большой любви Ну? Человек очень красиво за мной ухаживал Писал стихи Заваливал букетами цветов И он добился меня Мне он был очень симпатичен с первого взгляда И эмоции нас обоих перехлёстывали Ну ведь какое счастье? Не совсем Почему? Потому что вещи в коридоре у нас не разбирались У нас были очень яркие сцены скандальные То есть вы чуть что, у вас чемоданное строение Вы сразу я к маме и он я к маме, да? Да А у него ещё сестрёнка была Да Трудный подросток Нет, не подросток, сестра была старше У неё двое детей И... Ну она такая была проблемная сестра, да? Да, да Её много времени уделял По звонку бегал, наверное, на помощь, да? Да, своей семье А у вас ревность? Мне хотелось бы, конечно, раз мы создали свою семью, чтобы он уделял внимание больше нашим отношениям То есть были такие случаи, когда мне нужна была помощь Ну в чём, например? Ну, например, меня нужно было из больницы забрать А что с вами было? Случились проблемы со здоровьем И... Я очень долго лежала в больнице, около 7 месяцев Он навещал? Навещал редко Скажите, а родители его навещали? Или та же самая сестра его? Нет, нет Не навещал Ни разу? Нет, ни разу Ну, плохие люди просто Понимаете, бывают хорошие, бывают плохие Кто-то из них является нашими родственниками Мне повезло По нему не увидишь Горит с блядь, не горит Он какой-то вот серый Не эмоциональный Эмоции вообще ноль Но детей не родили, да? Родили Мы прожили сначала два года Потом мы разошлись Я отпустила его, скажем так Приняла волевое решение, потому что я его очень сильно любила И через три года мы снова сошлись И у нас появился ребёнок После этого мы прожили ещё 8 лет Не зарегистрировавшись Снова у нас прекрасный сын Ему сейчас 11 лет Ну, понятно И больше у вас ничего не было в жизни такого жертвы? Нет, через три года я встретилась с человеком Мы вместе работали Я не смотрела на него, как на мужчину Он был и остаётся хорошим и близким другом Который помог мне оправиться Я не могла бы сказать, что те 7 лет, которые мы вместе жили Мы жили как семья Ну, конечно, ребёнка-то с вами не было, насколько я понимаю Да, ребёнка со мной не было Он оставался А к вашему как к сыну относился? Вообще он к детям не очень хорошо относится Пытался строить отношения с сыном, но не получалось Она переживает, волнуется У неё такая конкурентка Я не поняла, вы вместе жили, да? Вы знаете, получилось так, что мы жили Половину недели я живу с ним Половину недели я живу со своим ребёнком А ребёнок что, в топ-лайн, когда вы с этим мужчиной Ну, по сути, с любовником Он один живёт? Нет, с моими родителями То есть вы разрывались просто Да, я разрывалась На два дома? Да А почему было не сойтись и не жить одной семьёй? Может, тогда бы с ребёнком отношения наладились? Боялись, что он тогда не женится на вас? Нет, нет Я очень много работаю И у меня нет времени заниматься ребёнком Я не смогу его забирать из школы А вы далеко территориально, наверное, жили? Нет, просто работаю очень много Бывают такие периоды, что до утра А кем вы работаете? Финансовым менеджером Она более целеустремлённая Более продвинутая А он, ну никак Он вообще Он полежать на диване Может, походить по горам Пособирать травку Это абсолютно не её Скажите, а вот когда вам понадобилась в Германии Операция за 10 тысяч евро И вы обратились к своему возлюбленному Чтобы он дал вам в долг? Да, он сам предложил Сказал, что сделает всё для того, чтобы я была здоровой Если эта операция действительно мне необходима Но расписочка всё-таки Расписочку всё-таки он потребовал заверить у нотариуса Вас это не оскорбило? Очень сильно оскорбило Но в тот момент я думала только о собственном здоровье Ну, естественно Тогда речь шла о жизни просто Прооперировались? Да Все удачно? Да Слава тебе, Господи Спасибо Всё-таки расписку написали? Нет, расписку не писала Так и не отдавайте В конце концов, вы 7 лет с ним прожила вообще На какая-то компенсация нужна? Уже не буду, но... Ну и правильно, не отдавайте Это моральный ущерб Вы уже разуверились И в первом мужа, и во втором возлюбленном У вас появился третий Тоже красавчик, аферист Он появился совершенно недавно В сайте знакомств Это очень рискованно Такие романтические отношения всегда плохо могут закончиться Человек приятный Способи, но все-таки рассекретили Да То есть для вас, я понимаю, немаловажна финансовая сторона Да, мне хотелось бы, чтобы уровень был Ну смотрите, Андрей не бедствует, но и не шикует Вот сейчас у него такая полоса в жизни Вы готовы, допустим, подставить свое плечо, предложить помощь и вместе каким-то образом развиться и потом превратиться в богатых людей? Да, вместе готовы У вас есть энергия, у вас есть силы для того, чтобы поддержать любимого человека, если у вас все сложится? И еще взять заботу о воскресных детях Андреевых Меня это не пугает Не пугает? Замечательно Тогда покажите сюрприз Зная о вашем увлечении альпинизмом, мне хотелось бы позаботиться о вас, чтобы вы не замерзли в горах Спасибо И преподнести вам в подарок этот замечательный спальный мешок Чтобы вам было тепло наверняка, он двухспальный И хотелось бы протестировать его Ну, чтобы я протестировал Да Ну, хорошо Ну, я тогда Покажите, как это делают настоящие альпинисты Настоящие альпинисты вот так закрываются А что, один? Поскольку он двуспальний Да я бы предложил, но Да, как бы Мне кажется, неприлично, правда же, сразу же? Да, конечно Да, в телевидении нет И нравы Да Прямо на телевидении это, да Но мне нравится, тепло, хорошо, очень уютно Слушайте, здоровски Мне надо просто так Спасибо Чтобы рядом с вами была очаровательная А вы, например, могли вот прямо сейчас запросто к Андрею? Или есть какие-то... Да, свадьбы, наверное, внутрь нет, но сверху? А, ну хорошо Давайте Сверху, да Смотритесь хорошо Спасибо вам, выбирайте свою подружку Спасибо Очень хорошего Спасибо Спасибо большое Ой, ну что Ну, я хочу сказать, что на самом деле он не так плох Я по-прежнему предлагаю его оставить в женихах Григорий Андрей Девушка понравилась? Девушка Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что все-таки, наверное, красота женщины – это ее достоинство В любом случае Вот она девушка Красивая Красивая, да, с очень такой судьбой, витиеватой Достойно сочувствует Ну, никто же не неволит, ребят Ну, когда ты 7-8 лет ждешь от мужчины того, чего он тебе дать не может Для меня вот этот тип человечества какой-то странный, непонятный Вот когда ты изначально идешь не к своему мужчине, зачем, мне хочется спросить Лариса, нам сложно судить женщину, у которой Венера в овне У нас в гороскопах нет такого положения, понимаешь? Она увлекается быстро, моментально, ей сносит крышу Знаки внимания первоначальные дурманят И более того, мужчина выбирает себе патологически очень свободолюбивых Я считаю, что в ее случае вы, как человек, покоряющий горные вершины, хороший вариант Темперамент немой, мне нужен живой мужчина, яркий мужчина, сексуальный мужчина Вот она мне напоминает ребенка, который постоянно, у меня дочка все время, приносила этих котят Жалко, там хочется, интересно, симпатично и так далее Потом их надо было куда-то пристраивать Некоторых выбрасывают Вот с мужчиной все то же самое Да лучше ты пять минут больно сделай мужчине Вот поняла, что не твое Хорошо, откажи, неприятно Чем вот ему жилы тянуть потом Ведь он же тоже мучится Нет, 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 это же... А к старости вообще характер уж становится Не надо вам такой Оксана, она потрясающий человек на самом деле С ней люди, которые с ней общаются Они наполнены как бы радостью от нее Она заботливая, она хорошая мать Она на самом деле труженица Новое знакомство через несколько минут Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью И оставайтесь с нами В эфире Давай поженимся У нас студия Андрей Идите знакомиться со второй невестой Здравствуйте Меня зовут Кристина Здравствуйте Очень приятно Пойдемте Спасибо Конкурентка Блондинка Да, да, да Мужчина высокая, да Мужчины любят блондинку Ну, кстати, я бы не сказала, что она прям уж такая вся из себя хорошая Здравствуйте, Кристина Здравствуйте С кем вы пришли? Я пришла с своими подругами Елена и Ина Очень приятно Давайте посмотрим на экран Кристина, 31 год Была дизайнером интерьеров Сейчас бухгалтер в строительной компании Увлекается экстремальным вождением Мечтает сесть за штурвал самолета Муж изменял на глазах у Кристины На ее требовании развода избил и пригрозил расправы Хотела уйти в монастырь, но осталась в миру Надеется с Андреем обрести душевный покой Ну, похожая история Похожая история, вот как у Андрея Да Скажите, а что вас держало? Ну, просто человеческий урод какой-то Ну, я как-то придерживалась, что если выйти замуж, то один раз и навсегда Я хотела... Это же не значит, что мужчине, из-за которого вышли замуж, позволительно вести себя недостойно Тем более, что у вас был ребенок Да, он на глазах ребенка все вытворял абсолютно Не уважая ни его, ни меня Замуж, когда из него выходили Он был совершенно простым человеком, абсолютно, да То есть получилось так, что мы познакомились Он был обычным водителем, который помог мне приехать с одной квартиры на другое Грущик Да, ну, водитель грущик, да И, как бы, ну, я на тот момент работала в такой тоже известной фирме И поэтому, как бы, я его попросила, ну, переехать через дня-два, чтобы расплатиться с ним Он через два дня приехал, как бы, я с ним рассчиталась абсолютно Он вышел из квартиры, но что-то он решил для меня приготовить Он, значит, пошел в магазин, в общем-то, приготовил мне разные сюрпризы Пришел и, в общем-то, остался навсегда Ну, как хорошо, богатая, есть квартира И вот вы стали жить-поживать, поженились, да? Да У вас родился ребенок? Да Когда узнали, что он вам изменяет? Это началось вот именно с того момента, когда все пошло по работе хорошо у нас То есть человек заработал первые деньги, купил первую машину Понял, что очень много красивых девочек, которые... Теперь он всем нравится, теперь он может что-то купить, что-то заплатить за кого-то И, в общем-то... А вы как узнали, что он? Получилось так, что у него дети на стороне начали рождаться А как вы о них узнали? То есть не один? Не один, да, у него их трое Она вырастила человека и преподнесла его другим Да, так и Есть такая женская страсть, утешать у бога А почему было не выставить его, с чем пришел? А тут у меня другая была Так как получилось так, что пока я работала Вела фирму В общем-то он особо не работал И получилось, что мы начали строить дом На вашем? За городом Ну, как бы не то, что на мои Мы стали вместе работать Он, в принципе, водителем продолжал работать А я как бы вела саму всю фирму Построили, значит, нужно было это все оформлять Какие-то квартиры И, в общем-то, я ему говорила Ну, у тебя времени много, ты оформляй, пока я работаю И он все оформил на себя дарственно Ну, а как без вашей подписи? Подписи, да А, я вот не знаю, как это получилось То есть, получилось так, что ему все это... Ну, на данный момент у нас ничего не происходит По поводу судов И, в общем-то, это дарственно... Вы его выгнали когда? Или он сам ушел? Нет, мы ушли с дочерью в заем Из своей собственной квартиры? Из собственного дома Квартира уже у нас потом подпродалась Все это продалось Построился дом Купились машины В общем-то, было очень много грузовых машин Ах, бандеть! Это сказка про лисичку и зайчика Личности тут нету Тут есть килограмм косметики У вас появился молодой человек С которым вы уже тоже довольно долго Так она же ехала в монастырь, да? Да, я ехала И познакомилась на машине Там я взяла у знакомых Как бы мне нужно было ребенком заниматься И у вас осталось в ГАИ? Да И? Ну, мы познакомились В принципе, мы общаемся, дружим То есть, что вы хотели батюшке рассказать, да? Вы рассказали ему Да, я как-то и он... Да, он меня пожалел Вот, есть мужчины-то все-таки Опять-таки же, ну, как бы пожалел Мы остались очень друзьями То есть, серьезных отношений у нас не завелось Ну, блондинка, что ты хочешь? Да Ну, блондинке нравится Ну, да, ну, да Отношенец на брюнет Кристина, каких ошибок вы в новых отношениях не допустите? Ну, наверное, я буду теперь участвовать полностью в жизни своего второй половины Берите ровню себе, не надо ни из кого ничего растить Человек такой, какой он есть Если он к своим годам решил все поменять заново Приехал в другой город И мозгами не работает Не надо, значит, у него другая судьба Это называется разные судьбы Покажите сюрприз, пожалуйста Я узнала, что вы любите огурчики И я приготовила небольшой сюрприз То есть, вам нужно накусить огурчик, первый попавший, который вы выберете И там будет, значит, вас ожидать сюрприз И что ожидает вас в будущем Хорошо, возьмем самую большую Может, что-то есть Сейчас прочитаем Какая вы затейница Так Вы встретите свою судьбу в программе на Первом канале Здорово Кто бы сомневался Спасибо, девочки Убирайте свою подружку Ну, он ничего То есть, он лучше, чем на экране, на самом деле Приятнее, гораздо, да Гораздо обаятельней Григорий и Андрей, вам понравилась Кристина? Очень эффектная девушка Красавица, правда? Безусловно, да Кристина понравилась, но, возможно, она не совсем может подойти Андрею Почему? Ну, может быть, ее легкомысленность Ой, послушайте, женщины от одиночества Такие совершают ошибки Я даже не поняла насчет легкомысленности О чем я мыслю легко так Что вы скажете? Мне понравилось Кристина Необычное имя, редкое Очень красивое Приятные впечатления производит На меня Мне кажется, что Андрей никогда не боялся трудностей И вот этот шлейф, который за Кристиной Притянулся сюда, такой полудетективный То есть, это абсолютно не препятствие для Андрея Конечно, я с вами согласна Когда приходят невесты и рассказывают, как у них все было в жизни безоблачно Меня это больше настораживает Но мы все уже с какой-то историей И если мужчина сильный И на самом деле мужчина То, конечно, уже он поможет и выкарабкаться И все И за это, знаете, какая ждет вас награда? Почему это он должен, извините, кого-то брать и помогать выкарабкиваться? Я всегда говорю Я всегда говорю с вами, особенно женихам Не надо встречаться с людьми, у которых проблем больше, чем у вас В то время, которое вы должны посвятить узнаванию друг другу В самом приятном моменте вы будете решать чужие проблемы Да, я думаю, что он меня испугает с такой историей на самом деле Потому что я действительно детективная история На самом деле книгу писать можно А ничего, что Андрей сам вот с таким количеством проблем Значит, ему нужно каким-то образом, да? Поддерживать, помогать, успокаивать Ну, потому что он мой клиент Любовь зла, полюбишь орла Мне очень понравилась Кристина, красавица И я ее настолько понимаю Все у нее было И деньги, и квартиры, и работы Тепла не было И вот пришел мужчина Увидела, как забивает, как заколачивает С какой он силой там двигает шкафы Конечно, ретевой это дрогнуло Ну, дурый женщина Ну, мы все хотим любви и тепла И на какой-то момент ей показалось Что этот аферист ей это самое тепло дает А потом ребенок родился А потом не верилась, что она ему столько для него сделала А он, гад, неблагодарный Закрывала на что-то глаза Ну, пока не дошла до крайней точки Но есть такие женщины, есть такие ситуации Я от всего сердца желаю ей счастья огромного И будет это счастье Потому что намыкалась в первой половине своей жизни Как Лариса, а тебе? Ой, спасибо Мне понравилась сама по себе Кристина И, очевидно, она любит мужчин такого типа, как вы Спокойных и выдержанных А вы всегда ищите Ну, не то чтобы проблем в женщинах Но действительно не боитесь трудностей И иногда их создаете Поэтому я не удивлюсь, если вы выберете такую девушку, как Кристина Но при этом мне не хватило, для вас не хватило в ней Какого-то внешнего огня и динамики Может быть, это следствие надломленности ее в текущий момент времени А у Андрея брызги шампанского из глаз Да, они оба сидят сломленные Мужчина может быть суперспокойным, но женщина нужна живая Мы все очень разные Вот вам нужна женщина поживее внешне Но может быть, она отойдет от этих тягот и станет другой Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай по жене» Я предлагаю вам, Андрей, встретиться с третьей девушкой Хорошо Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Татьяна Очень приятно Я рада нашей встрече Я тоже Пойдемте, да, я вас провожу А мне кажется, он как-то... Глаз у него загорелся, глядя на нее Не показалось тебе? Может быть, это блики, конечно, камеры Но мне показалось как-то так вот Здравствуйте, Танечка С кем вы пришли? Здравствуйте Я пришла со своей подругой Натальей И со своей дочкой Дашей Очень приятно Давайте узнаем нашу невесту поближе Татьяна, 40 лет Секретарь в ТЭЗе Любит ходить в походы, на рыбалку и по грибам Заготавливает соленья на зиму Мечтает о даче с буковой террасой Первый враг показался Татьяне скучным Второй чересчур эмоциональным Муж постоянно устраивал скандалы Из-за ее расточительности Надеется, что Андрей не станет к ней сильно придираться Вот смотрите, Андрей женился первый раз по большой страсти Вы тоже, судя по всему Да, это тоже была страсть Это было первое такое сильное чувство И оно действительно захватило И сразу стали появляться картинки Счастливая семейная жизнь Дети Все красиво и замечательно Как в кино Вот именно по этой картинке И развивались все дальнейшие события То есть мне очень хотелось выйти замуж Потому что все подружки выходят Такое желание было Вышли Получила, что хотела Дочка родилась Родилась дочь, да И? Причем все, как он мечтал Именно о дочке Назвали именно Дашей То есть мечты сбывались Но на этом сказка закончилась Почему? Мы жили с ним вот Как соседи Соседи по одной вот жилплощади То есть мы вместе не спали? Нет, мы спали Но кроме этого у нас не было никаких взаимных вот даже разговоров Страсти поулеглись И как-то было непонятно действительно А для чего этот брак нужен? В общем ничего плохого не происходило у вас, можно сказать Не пил, не бил Не пил, не бил Деньги приносил И деньги были Просто неинтересно и скучно стали Да, неинтересно, скучно Должны быть общие интересы Общие интересы однозначно Он, кстати, отметил, что мне хотелось бы, чтобы моя жена разделяла интересы Ну вот развелись вы Развелась И у вас появились другие отношения Уже более взрослые, зрелые Уже понимали, что в браке можно разговаривать Да, я очень хотела выйти замуж Потому что, ну, мне очень важно Ну, статус, во-первых, замужней женщины Статус замужней женщины И я патологически не умею быть одна Мне это очень сложно Ну, так и что там стало происходить у вас? Ну, в общем-то мы жили хорошо У нас родилась еще одна дочь И он хотел этой дочери Как бы с этой точки зрения Все как-то было идеально Но что стало происходить? Ну, ссоры возникали Естественно, когда маленький ребенок Какие-то возникают проблемы Стали возникать какие проблемы? Во-первых, денежного характера Возникали проблемы, когда женщина, да, сидит с ребенком И не хватает на самое необходимое Ну, это уже реальная причина Да, проблема была в том, что, наверное, я слишком тратила Те деньги, которые он зарабатывал Поэтому и не хватало Наверное Слишком тратили на что? Сумочки с крокодиловой кожей? Нет, ну, на что-то, что мне казалось в тот момент нужно Куда деньги делай? Ну, нет, он просто говорил, денег нет И вот это меня раздражало больше всего Потому что я знала, что деньги реально есть Ну, почему бы их не дать? То есть бюджет не был общим, как я понимаю Нет По ней видно, что она, как бы, такая живая Любит по магазинам походить, пообщаться В каких-то тусовках пособираться, где-то отдохнуть У нее, как бы, ее не било жизнь абсолютно особо На что тратили? Ну, ни на что крамольное не тратила Не ходила там, я не знаю По ресторанам На детей, на себя, на семью, на дом Ну, это тоже из серии «Зачем ребенку второе платье?» Или «Зачем тебе третий дух?» Да, да, и даже больше Вот не это раздражало Раздражало, знаете, что? Хотелось вот немножко романтики, что ли, в отношениях То есть если, ну, там вот, например, считалось обычным подарком Женщине на 8 марта утюг А, с его стороны нужен, да Потому что он нужен всем Да, потому что он нужен Это же полезная вещь в хозяйстве А вы ему что дарили? Я вообще очень люблю дарить одежду Рубашки, там, свитера А ему нравился, да? Не всегда Но он носил Дарили ему то, то, что не нравится Нет, не всегда нравилось, как бы, ну, может быть, там, фасон Но он всегда носил, как бы, с удовольствием В общем, как расстались? Ну, глупость какая-то Пока вот, потому что я слышала Расстались? Из-за чего? Расстались? Нет, расстались мы по причине того, что у нас очень бурно Мы всегда выясняли отношения С драками? Ну, не с драками Но эмоционально Ну, не при этом, что дети были участниками вот этих ссор, да? И заложниками Послушайте, а я верю в то, что два человека не могут жить вместе Да, несмотря на то, что у них есть дети Да И даже трудно озвучить причину Но это противно, когда мужчина тебя постоянно контролирует Неправильно, когда женщина транжира Действительно, нужно как-то голову подключать Потому что пойди, знаешь, что будет завтра Тем более, когда двое детей и так далее И муж не обязан был воспитательный момент с вами проводить Вы не лялечка маленькая Вам было 30 лет Вы уже взрослая женщина И скорее, вы должны были сохранять то, что заработал муж Инстинкт матери должен был срабатывать Ну, мало ли, что завтра Она поживее, чем он У нее более... Она будет быстрее двигаться по жизни, чем он Дарья Мама комфортный человек Ну, трудно про маму так сказать Но вам с мамой легко? Да, мне с ней очень легко У нас с ней очень доверительные отношения Я как бы... И поговорить с ней, и спросить совета А вам не будет вот муж мамы лишним, четвертым человеком? В вашей семье? Если у нас с ним сложатся хорошие отношения, то нет Хорошо Я знаю, что вы что-то приготовили, да? Да, у меня есть сюрприз для вас Я знаю о вашем увлечении Вы альпинист? Знакомая веревочка, да? Ее надо развязать? Нет, развязывать ничего не нужно Это статическая веревка Да, Андрей, для чего она служит? Для перил Да, но это страховка такая, да? Страховочный трос Вот я такой амулет приготовила для вас Оберег, чтобы он вас спасал В трудных ситуациях ваших жизненных И каждый узелочек завязанный здесь Он о чем-то говорит, что-то символизирует Когда я делала это своими руками, я думала о вас И мысленно посылала, что каждый узелочек Ну там, на любовь, на благополучие вашего дома А мне напоминает такую веселенькую петлю То есть здесь лежит, чтобы вешаться Было не так грустно и смешно Правда? Посмотрите, какая улыбка Да прелесть просто Прям последний Спасибо О, Боже, как это Мило Нет, это не мило Как-то мне так настороженно Главное, что она не затягивалась Нет, она не затягивалась Все нормально Спасибо большое Спасибо вам за тень Вам спасибо Спасибо, дядя Снимайте, открывай подальше Ну что? Опозорились? С петлей на шее Ты прекрасно вообще выступала С петлей на шее Григорий Андреев, что вы скажете? Вы знаете, вот когда Татьяна пришла То есть первое впечатление Вот, я не знаю, ошибочное Но вот было такое От души прям ах Вот то Ну это мое впечатление, наверное Вот Ну потом в процессе разговора Какие-то, да, действительно То есть появились такие шероховатости Ну в плане денег, как я понимаю Да, то есть действительно Мужчинам никому не нравятся? Ну, наверное, мужчинам Да, то есть очень важен контроль В том числе и в деньгах, наверное Никому не нравится Это действительно Это естественный процесс Любому мужчине это не понравится Мне понравилась Татьяна Она чувствуется, что она добрая внутри И она хорошо выглядит Вот А не показалось, что несколько инфантильная? До сорока-то лет Ну Ну смотрите, в обоих браках В принципе, я не вижу причину Чтобы девчонок оставлять без отцов Может быть, слишком торопилась выходить замуж Не успев рассмотреть человека Но мне кажется, какая-то безответственность Не было достойного мужчины Правильно Ну мне кажется, что Танечка подходит Она умеет радоваться Здесь и сейчас Содержит же двоих детей Я думаю, что сделала вывод Хорошая же, хорошая женщина Мне Татьяна тоже очень понравилась Я боюсь, что Вот в этой ситуации с ее мотовством Так называемым Мы не понимаем контекст самой ситуации В рамках нашей программы Это очень часто сложно сделать Если женщина говорит Муж обвинял меня в мотовстве В том, что я транжира Мы все киваем головой Говорим, мы понимаем вашего мужа А если при этом добавить еще Что зарабатывал он очень мало И пилил ее по поводу Каждых там лишних трусиков для ребенка Или каких-то мелких радостей Ситуация будет меняться кардинально Мы не знаем, к сожалению, контекста Вот как это происходило Мне понравилось и понравилось для вас в частности Ну в принципе, что мы шикарно жили, нет? Да не так уж шикарно, конечно Самое интересное впереди Оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» Друзья мои, вот познакомились с тремя очаровательными женщинами Есть одна из них, хотя бы достойная вашего друга? Мне очень понравилась Татьяна То есть я вот как бы... Ну, Андрей сам в себе голова Вот я бы ему советовал Татьяну Спасибо Что вы скажете? Мне трудно сделать выбор У Андрея предстоит трудный выбор И мне что-то посоветовать Потому что у каждой девушки есть свои достоинства и недостатки И кому-то дать предпочтение, на мой взгляд, очень трудно И ему предстоит поэтому трудный выбор Спасибо Что вы скажете? Ну, я послушал, что сказали мои друзья Я послушаю, что скажете сейчас вы Но для себя я уже решил А если он придет к нам? Мы, конечно же, не выйдем Решили? Решили Зачем обнадеживать человека? Правильно Знаете, я вам хочу сказать Вы достойны того, чтобы начать жизнь с белого листа Рожать еще детей И проживать свою собственную жизнь И обида пройдет на жену И вообще все плохое забудется И того же самого я хочу пожелать Кристине Она молодая женщина Только человек из-за Такого огромного желания любить и отдавать свою любовь Мог попасть в ту ситуацию, в какую попала она Мне понравилась ваша реакция Реакция ваших друзей Что если нужно, помогут и так далее Поэтому я безусловно за Кристину И потом она красавица И мне кажется, она надежная За Кристину Кристина, он точно к тебе зайдет Нет Рожа Один из секретов семейного счастья Заключается в том, чтобы искренне, откровенно сказать то Что вы хотите или думаете Я думаю, что Татьяна вынесла свои уроки По поводу того, что все-таки с мужем надо разговаривать И разговаривать искренне Потому что, как я говорю Обязанности мужа всегда знает только жена И она должна ему говорить об этом И, соответственно, обязанности жены знает муж Он должен об этом тоже говорить Не перестаю повторять Я за Татьяну Хороший, спокойный брак будет А радоваться тому, что есть сейчас у вас Это большое счастье Правда Не твою Да Будем искать Будем искать Будем искать Такого же Я на самом деле в большом и человеческом и астрологическом затруднении Потому что вы были бы хорошим мужем Достойным мужем для Кристины и Татьяны А более правильная женщина для вас все-таки Оксана Но единственное и очень большое но Вы не хотели брать женщину с детьми Вы не против, но я знаю из вашей истории Что в принципе в ваши планы не входило воспитание чужих детей Мы совсем об этом ничего не сказали По какому-то стечению обстоятельств Но тем не менее У каждой из них есть дети, а у Татьяны двое И вот не будет ли это вообще принципиально препятствием Для того, чтобы вы сейчас сделали выбор Поэтому Оксану Нет, я бы за Татьяну все-таки Спасибо Я знаю, что вы не ошибетесь в выборе Но в любом случае мы вас поддержим Пожалуйста, проходите Спасибо Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте СМС с их номером по телефону Четыре четверки Елена, 40 лет, номер 1175 Хозяйка бутика модной женской одежды Ко всему подходит творчески Ищет мужчину, который будет воспринимать ее такой, какая она есть Наталья, 40 лет, номер 1176 Ветеринарный врач Ищет непьющего мужа Который будет сторониться шумных компаний И никогда не скажет в ее адрес матом Мы не знаем, будет Андрей один или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение Ко мне подходите Послушайте, я и богу расстроилась А что произошло-то? Я зашел к Кристине Но она сказала, что мы хорошие можем быть друзьями Но она не вышла Здравствуйте Я пришел за вами Вы простите меня Я очень рада Но я думаю, что мы просто можем остаться близкими, близкими друзьями Хорошо Спасибо вам огромное Сегодня у нас нет пары Если вы тоже одиноки Заполняйте анкеты на сайте Первого канала И становитесь участником программы Я Лариса Бузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Не расстраивайтесь С удачей Субтитры подогнал «Симон»